Господа, мне немного стыдно за это, но да, у меня есть коллекция фальшивых роликсов. Сейчас про неё расскажу. Итак, я не заставлю вас ждать. Вы готовы увидеть фейковые роликсы? Вот они. Я хотел бы сказать, что на этом я остановился, но нет. У меня также есть фейковые Патек, Луи Виттоны и фейковые Брейтлинг. Могу поспорить, что хотите посмотреть. Вот они. А эти роликсы довольно интересные. Потому что я не думал, что роликс когда-либо делали часы в таком стиле. Кто-нибудь знает? Они делали с открытой сердцевиной, такие как эти. Я никогда не видел такие. Я не смог найти их в интернете. Вот история, как я купил эти часы. Вернёмся в 2007-й, когда я запустил свою первую компанию Тейлорд Сьют. Я поехал в Гонконг, в Каолун. Специально для поиска партнёров. Я прогуливался по рынку, и ко мне подошёл некто и сказал. Эй, ты интересуешься дорогими товарами, как роликс. Ну, а кто нет? Я пошёл в помещение, немного сомнительное. Но там везде роликсы. Целые мешки. Ты понимаешь, что они хотят тебя прокатить, но я чувствовал себя довольно хорошо. У меня получилось торговаться со 150 или 200 баксов до 50. Но в итоге я купил эти часы. Почему? В то время я думал, ладно, раз я вхожу в эту индустрию, у меня должны быть хорошие часы. Я не могу позволить роликсы, поэтому я возьму эти. Друзья, это была ошибка. Я могу посчитать на пальцах одной руки, сколько я носил каждый из этих часов. И единственные, которые я надевал несколько раз, были патек. Я думал, что они хорошо выглядят, пока я не разбил стекло. И дело в том, что я никогда не чувствовал себя здорово, когда носил эти часы. Я всегда думал, если кто-то поймёт, что это подделка, мне зададут вопрос. Почему я их обманывал? Я никогда не попадал в такую ситуацию, но в этом проблема контрафакта. Ходить с тем, что не настоящее, в чём вы никогда не уверены, и ваше самоощущение ухудшается. В исследовании 2011 года, опубликованном в журнале экспериментальной социальной психологии, было обнаружено, что у людей, которые всегда покупали оригинал, при покупке контрафакта, при его использовании падает самооценка, в отличие от пользования оригиналом. Друзья, я должен согласиться с этим исследованием. Я уже владею оригиналами. В руках у меня великолепная модель. Обожаю их. Это мои повседневные часы. Вот мои ехтмастеры. Также прекрасны. Обожаю носить их. Просто шикарны. Вот так же и Rolex Explorer часто ношу. Вот они. Знаете, когда я ношу эти часы, я чувствую уверенность. Я знаю, что они подлинные. Да, я заплатил за них копеечку, но вы получаете ровно то, что заплатили. Знаете, что я думаю о покупке контрафакта? Я потерял эти деньги. Я никогда их не надевал. И единственное хорошее, что я от них получил, возможность снять видео о контрафактных часах. Друзья, если вы хотите посмотреть видео о моих настоящих Rolex, я оставил ссылку на него в описании. Я расскажу о модели Datejust, почему они идеальные часы для наряда, расскажу я о Яхтмастерах, почему я обожаю эти часы. И вот мои ежедневные Explorer. Очень практичные часы, которые выглядят шикарно. На этом все. Берегите себя. Сыграем в гляделки. О, да. Подловил? Сделай погромче. Сделай погромче, приблизься к экрану. Спорим не сможешь? Ну давай. Поймал тебя. Я победил. Я уверен, что победил. По крайней мере, 10% из вас. Сделай погромче. Сделай погромче. Сделай погромче.